Добрый день всем! Спасибо, что заглянули ко мне на канал. Сегодня я буду готовить свекольник из крапивы и щавеля. Готовим сегодня самый полезный весенний свекольник с крапивой высотой 5-10 сантиметров, пока она молоденькая и полезная. Щавель берем, лук зеленый, вареные яйца, 4 картофелины и свекла, которая у меня отваливается. Картошку я бросаю целиком для нашего свекольника. Картошку, которую мы для свекольника делали, я ее вытаскиваю и вот так вот тру. Получается как пюре и бросаю прямо в свекольник. Крапиву мы не мельчим, сильно режем вот такими кусочками. Вслед за растертой картошкой мы бросаем нашу крапиву. За крапивой мы бросаем щавель и варим ровно 2 минуты, чтобы у крапивы ушла жгучесть. Остыл. Выкладываем свеклу отварную. Добавляем петрушку, зеленый лук и укроп. Нарезанные дольками огурцы. Вот такой насыщенный у нас свекольник. Поставим немножко охладиться в холодильник и можно подавать к столу. Добавить можно здесь сосиски или колбаски, яйцо вареное и сметана. Наливаем наш свекольник. Вот такой он красивый. Вот такой холодный свекольник сегодня мы приготовили по классическому рецепту. Идеально он подойдет для еды не только в жаркую погоду, но и в любой день. Такой холодник, как мы его называем, можно есть хоть каждый день, заменяя заправку. Холодник хорошо, прекрасно сочетается с любыми кисломолочными продуктами. Сметаной, йогуртом, кефиром. Холодный свекольник очень вкусно кушать с бородинским хлебом. Вот с такими вот маленькими булочками. Холодный свекольник.